Дистанция 400 метров Дистанция 400 метров Если в комплексе у девушек на этих европейских играх у сборной России никто не плывет и нет призовых мест, то у мужчин результаты радуют Еще раз напомню, Николай Соколов и Игорь Былыбердин пробились с абсолютно лучшими результатами в решающий заплыв И будут здесь наряду с поляком и немцем претендовать на награды Очень плотный финал по результатам, имея ввиду анализ утренней квалификации Сразу 5 спортсменов показали результат из 4 минут и 25 секунд И эти 5 спортсменов разделяют всего лишь 67 сотых Это дистанция 400 метров комплекса Очень ровный состав участников Пожалуй, вот данная дистанция, данная дисциплина самая ровная по количеству и качеству спортсменов Еще раз напомню, в этом финале разброс по времени минимальный 5 лучших спортсменов Их секунды располагаются друг от друга в 69 сотых Итак, немец по 4 дорожке, прошу прощения, по 2 дорожке пока впереди И Соколов на второй позиции Дистанция 400 метров комплекс Это олимпийская дисциплина Здесь 100 метров плывут каждым из способов Сначала дельфином, затем на спине брасом и кролем И, как правило, здесь лидируют те спортсмены Которые здорово овладеют двумя или тремя способами плавания в связке Скажем, дельфин спина или спина браса Еще лучше брас и вольный стиль, чтобы на финише прибавить Пока у нас впереди, после первой сотни дельфином, Николай Скворцов Коля проплыл первую сотню с результатом 58-62 2 сотых ему всего лишь уступает Игорь Былыбердин Неоднократно на этих играх мы уже с вами видели дубли российских спортсменов Когда за нашими пловцами была и первая, и вторая строчка в итоге И вот сейчас Соколов впереди вырывается 9 десятых выигрывает у Былыбердина На третьей позиции Грек Кенегакис И довольно-таки успешно сейчас Николай Соколов преодолевает дистанцию Посмотрим сейчас, как он сделает поворот Солидное преимущество Разворачивается Выход из воды брасом Преимущество уже над своим соотечественником Который является ближайшим преследователем То есть Игорем Былыбердином Составляет одну минуту Прошу прощения, одну секунду И шестьдесят пять сотых На третье место вырывается Даниэль Сос Из Венгрии И вот сейчас важный третий Сто-метровый отрезок брасом Обратите внимание Венгр по третьей дорожке приближается Также очень активен на этапе Брасом поляк И посмотрите Удается поляку сокращать отставание Для него, видимо, брас это Главный способ плавания Не отстает далеко от беглецов Игорь Былыбердин По пятой дорожке Ну а Николай Соколов Старается работать Но посмотрите Поляк сокращает уже Отставание от российского спортсмена Меньше чем на корпус Главное сохранить сотню Сохранить силы на последнюю сотню Соколов выигрывает у поляка Одну секунду и тринадцать соток Две девятнадцать Соответственно преимущество Соколова Над Былыбердином Но здесь заметно Особенно по виду сверху Естественно техника у нашего спортсмена Вольным стилем куда лучше чем у поляка И за первые пятьдесят метров Соколов создал себе комфортное преимущество над поляком И мы видим Былыбердин также обгоняет Представителя Польши И уверенно наши спортсмены Плывут к первой и второй позиции В финале на дистанции четыреста метров Комплексом Никаких шансов Россияне не дали представителям Польши, Венгрии и Германии В итоге финиш Соколов Победитель Былыбердин Серебряный призер Браво Россия У нашей страны Шестнадцатая золотая награда На турнире пловцов Здесь в Баку Николай Соколов Финиширует С новым рекордом игр Четыре минуты Девятнадцать секунд И сорок четыре сотых Поздравление от партнера По команде от Игоря Былыбердина У Игоря второй результат Четыре двадцать восемьдесят Браво У нас очередной дубль На европейских играх в Баку Гарри 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 Коля единственный, кто в этом виде разменял 4 минуты и 20 секунд Ну а в итоге третьим стал представитель Польши, который увереннее остальных спортсменов преодолел именно вторую половину дистанции Далее дистанция 100 метров на спине, куда с лучшим временем пробилась в финал Мария Каменева 1.01.39 Напомню, в этом виде программы мировой рекордсменкой среди юниорок считается Дарья Устинова, еще одна россиянка Которая вместе с остальными представителями нашей команды сейчас готовится к домашнему чемпионату Европы Прошу прощения, к домашнему чемпионату мира в Казани Пользуясь случаем и Дарья Устинова, и другой нашей спинистки Анастасии Зуевой Которая также будет выступать на чемпионате мира в Казани Хочу передать привет, и чтобы девчонки подготовились максимально сильно Не нагружали себя психологически, а просто поймали кайф на домашнем чемпионате мира и выступили сверхуспешно Мария Каменева, спортсменка из нашей страны, которая влюбила в себя и местную публику, и многих любителей плавания своим, своим плаванием, своими результатами здесь, в Баку Мария Каменева показала абсолютно лучший результат в полуфинале Пробилась с первым временем в решающий заплыв и, соответственно, примет старт по центральной четвертой дорожке Рядышком поплывет Полина Егорова Полина Егорова, представительница республики Башкортостан, которая только что, буквально 6 минут назад, завершила дистанцию 50 метров бутерфляем И с первым временем пробилась в финал, так что большая нагрузка здесь на турнире и на Каменеву, и на Егорову Итак, Мария Каменева показала в полуфинале лучшее время 1.01.57 4 десятых, ровно 4 десятых Каменевой уступила Егорова 1.01.97 и показала второе время Итак, это финал на дистанции 100 метров на спине у девушек В этом виде программы, напомню, мировой рекордсменкой среди юниорок является Дарья Устинова Из Екатеринбурга Крупным планом Мария Каменева Дорожка номер 4, Полина Егорова Дорожка номер 5 Очень быстро стартовали девчонки Еще раз скажу, огромнейшей нагрузкой Посмотрите, хороший выход сделала Мария Каменева Хороший старт, это половина успеха Так говорят на коротких спринтерских дистанциях, но и на сотне это тоже очень важный компонент Обратите внимание, очень солидную конкуренцию нашим девушкам составляет француженка по третьей дорожке Махеева, Каменева первая, француженка вторая Егорова Нашей спортсменке, нашему лидеру проигрывает 45 сотых секунды На финише нужно сработать и удержать преимущество Здесь работает уверенно Каменева, но и француженка не сдается Осталось около 10 метров до финиша Очень солидная борьба За первую позицию И нужно добавить, добавить на финише И выиграть касание И вы посмотрите Побеждает у нас кто? Полина Егорова Республика Башкортостан Вот это да С новым рекордом соревнований 1-0-1-19 Полина Егорова сама не верит Если после дистанции 50 метров батом После полуфинала она резко покинула ванну бассейна Для того, чтобы готовиться к финалу То вот здесь мы видим Полина Егорова спокойненько Уже вальяжно посмотрела на это бло Оценила результат Оценила свои действия Вот смотрим финал Это последний метр дистанции Когда уже устала Каменева А Полина Егорова напротив добавила Да, но тем не менее Скажем большое спасибо Марии Каменевой Снимем перед этой спортсменкой шляпу И вот смотрим еще раз И еще раз макуем моменты финиша Когда Егорова четко попала в касание Четче не бывает И в итоге у наших спортсменок Разделили 4 сотых секунды Полина Егорова победительница Мария Каменева тоже победительница Хочу сказать я вам Но с серебряной медалей Лочей нельзя Но с серебряной медалей Следующий вид программы – дистанция 100 метров брасом у мужчин. Здорово, что у нашей сборной два финала уже в субботу и два дубля, то есть первое и второе место у наших. Мировой рекордсмен среди юниоров на дистанции 100 метров брасом на ваших телеэкранах – это московский брасист Антон Щупков. Антон в полуфинале показал абсолютный лучший результат 1-0-0-94 – это новый рекорд игр и, соответственно, Щупков поплывет по центральной четвертой дорожке. А по пятой еще один россиянин, точнее по шестой, прошу прощения, еще один россиянин – Егор Сучков. У Егора полуфинальное время – 1 минута 2 секунды и 15 сотых. Таким образом, в субботу у сборной России уже две золотые награды, две серебряные. Победу Николай Соколов одержал на дистанции 400 метров комплексом. Победила на 100 метровке на спине у девушек Полина Егорова. И, соответственно, серебряная награда у мужчин в комплексе у Игоря Былбердина. И серебро на дистанции 100 метров на спине у девушек за Марией Каменевой. И вот теперь дистанция 100 метров Браса. Показали нам несколько секунд назад Андреуса Сидлаускаса, представителя Литвы. Он второй результат показал в полуфинале. Мы знаем, что школа литовского Браса очень сильна как у мужчин, так и у женщин. И здесь переживаем за россиян. Антон Чубков перекрестился. Он по центральной четвертой дорожке. Егор Сучков – дорожка номер 6. Итак, участник этого заплыва Антон Чубков. Он же, кстати говоря, является и мировым рекордсменом среди юниоров в этом виде программы. 1 на 0.84 спортсмен обладает уникальной техникой. Высоко выходит из воды. Казалось бы, тормозит, но продвигается вперед хорошо. Фалько и с солидным темпом сейчас наши спортсмены плывут. У нас вообще в Брасе очень хорошие традиции. И Григорий Фалько долгое время лидировал. И Роман Слуднов сильно плыл в этом виде программы. И впервые в истории стал тем спортсменом, кто смог в этом виде разменять одну минуту. И, конечно же, Дмитрий Коморников – московский спортсмен. Долгое время первенствовал в этом виде программы. Ну и другие пловцы. Мы с вами смотрим сейчас за финишем. И надеемся, что Антон Чубков сможет выиграть уже третью золотую награду для нашей команды в субботу. Уверен, Чубков мчится к финишу. Пробивает финишный створ и показывает абсолютно лучшее время. Это новый мировой рекорд среди юниоров. 1 на 0.65. Браво! Антон Чубков. Россия. 1 на 0.0.65. Очень сильный результат и показывает свой мощный бицепс московский спортсмен. Отличный результат. Хорошая стартовая реакция. Отличный выход из воды продемонстрировал Чубков. Здорово сделал поворот. И посмотрите, какой выход. Как выбрасывает свое тело Антон Чубков. Интересная техника. Техника, которая позволяет ему бить мировые рекорды среди юниоров. Как на дистанции 200 метров брасом, так и на дистанции 100 метров брасом. Особенно удалась у Антона Чубкова вторая половина дистанции. Первый полтинник Чубков проплыл с результатом 28.89. Второй также очень сильно проплыл Чубков. И в итоге показал рекордные среди юниоров секунды в мире 1 на 0.0.65. Седлаускас на второй позиции. Британец Эдвард третий. А наш второй участник Егор Сучков в итоге показал пятый результат 1 на 0.2.26. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА